МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 2016 году компании «Роснефть» и «Башнефть» об этом заявил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. Окончательный список приватизируемых компаний не формировался, правительству поручено доработать его. Это компании, которые уже стоят в плане приватизации, это публичные компании, которые котируются на рынке и в силу этого технически и юридически лучше всего готовы и лучше всего известны инвестору. С этих компаний мы и начнем, сказал Алексей Улюкаев. Напомню, о грядущей приватизации ранее заявил президент Владимир Путин. Он обозначил ее условия, отметив, что Россия не должна потерять контроль над стратегическими предприятиями в результате продажи госактивов. Путин также очертил требования к инвесторам, которые выдвигает государство. Переход акций в частные руки возможен только при наличии у покупателя стратегии развития приобретаемой компании. Новые владельцы приватизируемых активов должны находиться в российской юрисдикции, сказал Владимир Путин. Информация о вкладе нефтяников в развитие округа станет публичной. Губернатор округа Игорь Кошин подписал постановление, в соответствии с которым информация о расходовании средств в рамках соглашений с нефтяными компаниями станет общедоступной. Речь идет о внесении изменений в порядок организации исполнения соглашений об участии недропользователей в социально-экономическом развитии НАО. В частности, нововведения предполагают принятие решений о финансировании разовых мероприятий в публичном порядке на заседаниях региональной администрации. Средства, которые нефтяники вкладывают в социально-экономическое развитие округа, дают возможность проведения дополнительных мероприятий для наших жителей и решения проблемных вопросов. Поэтому информация о расходовании средств из внебюджетных источников должна быть доступной для каждого жителя округа, отметил глава региона Игорь Кошин. На сегодняшний день в НАО подписано 24 соглашения о сотрудничестве с недропользователями, работающими на территории региона. По итогам работы за 2015 год все компании выполнили принятые на себя социально-экономические обязательства в отношении округа в полном объеме. Совместное предприятие «Башнефти» и «Лукойла» «Восток НАО» выступит генеральным спонсором гонок на снегоходах-2016. В рамках реализации соглашения о социально-экономическом развитии на проведение гонок генеральный спонсор соревнований направит более 5 миллионов рублей. Как отметил советник губернатора Дмитрий Рожин, общее сметамероприятие составит 10 миллионов. Внебюджетные средства, которые остались неиспользованными на эти цели в прошлом году, уже направлены на покупку призов победителям предстоящих состязаний. Проведение соревнований по кроссу на снегоходах на Кубок Героя Советского Союза, Героя России Артура Черенгарова запланировано в Нарьинмаре на 26 марта. Традиционные гонки на снегоходах будут проходить в районе Качгартинской Курии. Прием заявок для участия в соревнованиях начнется после опубликования положения о гонках. Новые самолеты готовят для эксплуатации в Нинницком округе. На новосибирском предприятии «Росавиапром» выполняется дооборудование двух самолетов ТВС-2МС. Машины уже изготовлены, для их перерегистрации в «Росавиации» потребуется некоторое время. По данным сотрудников авиапредприятия, доставка техники в Нарьинмар ожидается в конце февраля-начале марта. Общая стоимость самолетов составила 162 миллиона рублей. Средства на авансовый платеж в размере 75 миллионов выделены из окружного бюджета. Они находятся в компании «Росавиапром». Компания «Росавиапром» выполняет доработки на этих воздушных судах, установку аварийных радиомаяков и окраску в нашу классическую, на Нарьинмарского отряда. Перекрашивает его. Шикарный самолет получился. Сейчас проходит процедура перерегистрации. Ну и параллельно я где-то недельки через две отправлю туда группу учиться. Ну это минимум четыре пилота и четыре техника. И они, собственно говоря, получив вот этот отпуск, и пригонят туда самолет. Дальность у него приличная. У него 1400 километров он ходит с полной заправкой. Вот. На экономическом режиме. Да. Затем процедура будет происходить, когда самолеты будут у нас здесь. Мы будем готовить документы, внесение в наш технический документ. То есть это руководство по производству полетов. Вносится изменения, так как это новый тип. По производству по организации технического обслуживания. Напомню, окружные власти внесли в уставный капитал Нарьинмарского объединенного авиаотряда 75 миллионов рублей в качестве бюджетных инвестиций. Эти средства были направлены на осуществление первого взноса по договору лизинга, заключенному между Нарьинмарским объединенным авиаотрядом, Русавиапромом и Ненецкой лизинговой компанией. Кроме того, округ выделил 150 миллионов рублей для приобретения нового вертолета Ми-8. В Тундре установилась благоприятная погода. Подрядная организация ООО «Транзит» приступила к восстановлению дорожного полотна зимней автодороги. Сейчас дорожники занимаются уплотнением снега. После, в соответствии с регламентом проведения работ, приступят к проливке трассы. По сообщениям диспетчерской службы подрядчика, зимник закрыт для всех видов транспорта. Кроме того, на специальном совещании в Департаменте строительства и ЖКХ НАУ принято решение ужесточить меры по недопущению несанкционированного выезда машин на зимнюю автодорогу. В дополнение к шлагбауму со стороны КОМИ будет установлен такой же и на выезде из Нарьинмара, который будет периодически контролировать наряды ГИБДД. По информации службы 112, сегодня утром сотрудники поисково-спасательной службы вывезли с зимника 11 человек, среди них две женщины и двое детей. На всем протяжении автодороги продолжают оставаться около 40 единиц транспорта. По предварительным прогнозам подрядчика, при благоприятной погоде и установлении необходимой температуры воздуха, открытие зимника можно ожидать к 4-5 февраля. Напомню актуальную информацию о состоянии зимника можно узнать по номерам телефонов 112 и 8 911 650 40 40. Сейчас зимник Нарьинмар-Усинск закрыт для всех видов транспорта. Городские школы ушли на внеплановые каникулы. Догонять учебный план школьники будут за счет каникулярных дней. Первый раз в первый класс с 1 февраля в Немецком округе начался прием заявлений от родителей будущих первоклашек. Высокая заболеваемость вирусными инфекциями подарила школьникам Нарьинмары и поселка Искатели внеплановые каникулы. Раньше всех в своей двери закрыла школа в поселке Геологов. За ним учебный процесс приостановили и в 4-й городской, а с 4 февраля на отдых отправлены все городские школьники. Почему вместо карантина ученики получили неделю каникул, расскажет Алена Валей. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе превышает эпидпорог более чем в три раза. На карантин закрыты детские сады в Красном, Великовисочном и Амдерме. Также образовательный процесс приостановлен в 35 группах 13 садиков округа. А вот школьники города и поселка Искателей получили внеплановые каникулы. Это не дополнительный отдых, а часть весенних каникул. Обычно они проходят в марте, но в связи с высоким уровнем заболеваемости их разделили. Так в Искательской школе они продлятся до 8 февраля. В школе номер 4 до 9. Такой нежданный отдых поможет снизить количество заболевших и позволит не закрывать школы на карантины. Мы должны будем проводить дополнительные уроки для очень большого количества классов, детей, в целом школы. Потому что, согласно закону об образовании, мы должны учебный план выполнить на 100%. Поэтому мы выбрали из двух зол меньшее. По такому же сценарию дополнительные каникулы получили ученики остальных городских школ. Первая, вторая, третья и пятая будут закрыты с 4 февраля. На образовательные программы это не повлияет. Зато поможет сдержать темпы роста заболеваемости. Спад заболеваемости в Российской Федерации, также в Ненецком округе, ожидается в конце февраля. Но не нужно расслабляться, потому что будет вторая волна заболеваемости, которая придётся на апрель месяц. Она будет менее интенсивной, чем первая, но всё же нужно... Главные рекомендации медиков по профилактике – это чаще бывать на свежем воздухе, мыть руки, заниматься спортом. А в многолюдных местах пользоваться медицинскими масками. Алена Валей, Вадим Носкин, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». 1 февраля в Ненецком округе начался приём заявлений в первый класс. В этом году школьный звонок впервые прозвенит для семи сотен дошколят. А вот за партами какой школы им предстоит обучаться, будет зависеть от места проживания. Территориальный принцип зачисления необходим для разгрузки некоторых школ. Так, третья и четвёртая школы традиционно испытывают перегрузку. В этих образовательных учреждениях учатся дети со всех районов города. Теперь за каждой школой будут закреплены адреса, которые и определят список первоклашек. Территориальный принцип будет действовать на первом этапе зачисления с 1 февраля по 30 июня. На втором этапе с 1 июля по 5 сентября можно попробовать записать ребёнка в другую школу. Второй этап уже пытаются и должны иметь определенный успех. Почему должны? Потому что очень сложно в нашей ситуации, потому что мы понимаем, что первоклассников очень много. И очень многие родители хотят идти именно в ту школу, которая считает для себя лучшей. Каждый родитель определяет ведь, мы понимаем, не только саму школу, но и самого учителя, куда они хотят его определить. В списке адресов, которые закреплены за каждой школой, можно узнать в образовательном учреждении и в профильном департаменте. Приём заявлений уже стартовал в сельских школах и посёлке Искателей. С 8 февраля он начнётся в школах Наринмара, в том числе в средней школе имени Прерки. В этом году учреждение стало общеобразовательным. Чтобы познакомить родителей с педагогами и условиями обучения, школа проведёт Дни открытых дверей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В городе русский заворот расположен на одном из крупнейших пролётных путей водных и околоводных птиц, гнездящихся в восточноевропейских и западносибирских тундрах и зимующих в Западной Европе и Африке. Они летят через Днининский округ, летят на полуостров Ямал, на полуостров Таймыр, на Новую Землю. Всё летят через Днининский округ. Представляете, по нашим данным, это больше 10 миллионов птиц пролетает на нашей территории. Но фактически получается, что у каждого вида своё место рождения. И уже на следующий год и дети, и всё, и возвращаются от места, где родились. Чтобы сохранить популяцию птиц, по словам сотрудников заповедника Ненецки, важно исследовать пути миграции, которые составляют тысячи километров и находятся на разных континентах. Объединить водно-болотные угодья и людей для сотрудничества на пролетных путях позволил уникальный проект «Из Арктики в Африку», стартовавший в конце 2013 года. В качестве модельных областей выбраны Ненецкий автономный округ в России и район дельты реки Сенегал, являющийся конечными районными путешествий для дальних мигрантов, в основном некоторых видов куликов и уток. Проект выполняется группами специалистов из российского и сенегальского отделения «Вэтланд Интернешнл». Мы называем это перелетным путем из Сенегала в Россию. Очень важно, чтобы на этом перелете организации и стран работали вместе. Ваша территория очень важна, очень большой вклад делают люди на месте для сохранения биоразнообразия. Существует ряд угроз, которые были обозначены в ходе наших встреч. Они связаны с развитием нефтяных разработок и других опасных факторов, которые могут быть решены благодаря нашему сотрудничеству. Государственный природный заповедник Ненецкий и национальные парки Джужд, Сенегал и Даулинг в Мавритании сотрудничают в сфере охраны мест обитания перелетных птиц, гнездящихся в Арктике и зимующих в Африке. Соответствующее соглашение было подписано 5 июня 2014 года в Наринмаре. Соглашение способствует повышению эффективности мер по охране мировых популяций мигрирующих птиц. Предусматривает обмен опытом между специалистами заповедных территорий, экологическое просвещение местного населения и развитие туризма по наблюдению за пернатами в естественной среде. В Ненецком округе определен порядок посещения особо охраняемых территорий. Документ позволит регламентировать деятельность в сфере регионального экотуризма, обеспечить контроль за посещаемостью природных заказников и памятников природы Ненецкого округа. Еще одна немаловажная причина введения единых по округу стандартов посещения охраняемых территорий – безопасность тех, кто изучает природное богатство Ненецкого заполярья. Статусом особо охраняемых территорий регионального значения в округе обладают 7 объектов. В их числе природные заказники Вайгач, Морий Ю, Нижнепечорский, Шоинский, а также памятники природы Пымбашор, Каменный город, Каньон, Большие ворота. Контроль за соблюдением режима охраны на этих территориях осуществляет Центр природопользования и охраны окружающей среды. С Центром должны согласовываться все эколого-просветительские мероприятия, выезды туристических групп, а также вопросы посадки летательных аппаратов на территории памятников природы и природных заказников округа. В то же время проведение исследований, научных экспедиций, экологических мониторингов подлежит согласованию с профильным окружным департаментом. В Наринмаре проходит выставка члена Творческого союза художников России. На полоснах можно увидеть природу Нинницкого округа в разное время года. Душа человека в каждом портрете. В Центре декоративно-прикладного творчества и этнокультурного центра открылась выставка Юрия Егорика. Член Творческого союза художников России представил как новые работы, так и портреты, с которыми посетил не одну международную выставку. «Весна в тундре. Небесная сказка. Северная красавица». Название картин Юрия Егорика говорят сами за себя. Север, просторы тундры, хрупкая сказочная природа и, конечно, люди. Я всех рисую, неважно в общем-то какой национальности. Но мне интересно и китайцы, и корейцы, и африканцы. Я много пробовал, где не бывал и где везде рисую. Важно, что эти люди похожи, потому что еще даже будучи в художественной школе в седьмом классе, у меня были похожие лица. Портретистами рождаются, скажу так. Как признается художник, в Ненинскую землю он влюбился во второй раз. Впервые это произошло в 80-е годы, когда он приехал в Ненинский округ. Затем на долгое время художник покинул регион. Работал в Москве, Киеве, Германии. Но даже спустя 20 лет не смог забыть Заполярие. Здесь он рисует акварелью, пастелью, масляными красками и углем. Есть и другие работы. Гравюры на металле, роспись по шелку. Теперь в планах художника делиться знаниями с молодыми. Хорошо было бы делать какие-то мастер-классы по деревням. И я бы мог отбирать каких-то ребят, которые хотели бы научиться, а там нет возможностей. Какие-то проводить мастер-классы и устраивать потом здесь отчетные выставки. Первая встреча с детьми планируется в Красном. В начале марта Центр декоративно-прикладного творчества проведет на мастер-классы. Выставка «Край мой Заполярный» будет работать до конца февраля. Валентина Чибич и Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Такова была информационная картина дня. Всю информацию вы можете узнать на нашем сайте www.trksever.ru. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова